Всем огромный привет! Сегодня у меня будет видео обзор моих покупок, что я здесь покупала в Таиланде из одежды. И обзор покупок одежды для лисюшечки. Я уже все подготовила, очень много одежды лисюньки покупали. Давай сделаем обзорчик твоего домика для кукол и потом будем все показывать. Это французский бульдог. Французский бульдог тут живет у твоих куколок, да? Да, еще одна. Кабинка до него. Можно посмотрю, чуть-чуть разверну, да? Купили вчера очень прикольный набор кукольной мебели. Холодильник, микроволновка. Внутри холодильника очень много продуктов. Это пенал. Нет, сидел. Нельзя его открывать? Помните, раньше такие пеналы были? Я помню, когда я была маленькая, такие пеналы были. И вот здесь, в Таиланде, мы такой же точно пенал увидели и сразу купили. Но лисенька им играет. Вот. Ну что, солнышко, давай волосы сейчас сделаем, хорошо? Мам, подожди, я кое-что не показала. Подожди, да, я скажу. А давай посмотрим, что в холодильнике. Ну давай, давай, покажем твой холодильник. Смотрите, как я сейчас там сажала. Ой, как красиво. Тут суши. А что же у нас на верху? Лисенька у нас все еще подкашливает. Ой, не знаю я даже, что с этим делать. В бассейне не купается. Что, дочь? Ты никуда не выйдешь, потому что у меня тут трюс. Давай, я тебя отпущу. Антибиотик мы, кстати, уже пропили. Полоскание делаем. Ну, что делать? Не знаю даже. Наверное, снова на прием к врачу запишемся. Здесь в Хуахине очень классная больница. Бангкок госпиталь называется. Олесь, ну перестань уже. Давай, подбирай весь мусор. Ребят, кто-нибудь покупал вот такую штуку? Это по мотивам какого-то мультика, кулон. В него вставлялись вот такие штучки. У нас их было три. И я думала, что когда вставляешь, то должна какая-то музыка играть. Но музыка не играет. Мама, сними, я вам покажу. Я даже только открыла. Значит. Так, вот, смотрите. Может, кто-то из детей покупал? Хотя нас не только дети смотрят. Но, возможно, кто-то покупал. Да, взрослых тоже очень много. Вот, вот такая штучка. Очень красивый кулон. Смотрится супер. Но он почему-то не музыкальный. Я думала, что будет с музыкой. Мам, ну хотя нас только девочки смотрят. Это мальчики маленькие, да? Да нет, нас взрослые тоже смотрят. Очень много комментариев от взрослых. Кусичка. Да ладно, Саня! Да ладно, неизвенительный кунюк. Играть будешь? Да. А я пока расскажу, что мы купили лисюньке. Лисюньке мы купили очень много одежды. Но в основном одежда такая прикольная детская. С Симпсонами здесь очень распространены Симпсоны. Купили лисюне вот такое платье. Оно хлопковое. Что там химичи? Все нормально? Давай на пол, только не рассыпай. Это хлопковое платьишко. Очень классное, очень яркое. Очень яркое. Его уже стирали. Не полиняло. Мне оно очень понравилось. Еще одно платьишко. Оно еще тоньше. Тоже хлопковое. На тонких-тонких бретельчиках. Его можно одевать прямо вот в самую жару. И будет в нем не жарко. Очень красивое платье. В инстаграме у Лисюньки или у меня. Я его уже показывала. Вот такое. Неглаженное, правда. Не обращайте внимания. Вот еще одно очень красивое платье. Тоже хлопочек. Сзади резиночка сделана по спинке. Тонкие лямочки. Смотрится супер. Лисюнь оно очень идет. Оно с подкладом снизу. Очень-очень красивый цвет. Прямо глазки подчеркивает. Понравилось. Такое платьишко. Это шорт. Алис, ну что такое? Ты меня убьешь? Нет, конечно. Сейчас уборщицы придут, все приберут. Но ты постарайся это уже с пола все убрать, Лисюнь. Чтобы мы с тобой здесь не подскользнулись на этих шариках. Хорошо? Ты меня слышишь? Да. Петя вот так покивал голову. Давай, убирай. Так. Это шортики. Их я покупала в комплект. Вот этой футболочке. В одном и том же магазине. Шортики очень свободные. И смотрятся прикольненько. Лисюньке в них удобно. Ничего нигде не жмет. Вот. Футболка Барт Симпсон. Если не ошибаюсь, покупала вместе вот с этой футболкой. С Лизой Симпсон. Все это хлопок, не синтетика. Все очень прикольное. Тоже уже стирали. Отдавали в лаундре. Здесь лаундре такое примитивное. Я думала попортят нам все вещи. Нет, не попортили. Вот. Стирают, правда, в обычных машинках. Но, слава богу, все вещи как новенькие. Да, это штанишки. Ты их еще ни разу не одевала. Вообще, все штанишки, которые здесь, ты ни разу не одевала. Потому что, ну, в Таиланде очень жарко. Это тепленькие штаны. Не знаю, будем их носить или нет. Потому что сначала их купила, мне они нравились. Потом перестали нравиться. Но теперь мне очень нравятся вот эти леггинсы. С ананасиками очень красивые. Зайка. Мам, я умею, посмотри, я умею, правда, их все скучать, как надо. Эти ананасики блестящие. Сделаны как на пыление. Ну, надеюсь, не отвалятся. Вот такие леггинсы с Микки Маусами. С сердечками на коленочку. Сердечки, правда, бархатные. Не знаю, насколько нам хватит их. Может, пару раз оденем куда-нибудь. Вот. И еще одни Микки Маусы белые. Ну, эти, скорее всего, вообще на один раз. Футболочку покупала. Стирали уже раза три или четыре. Очень хорошая футболочка. Ко многим вещам подходит. Цветочек здесь. Just be happy. Сзади на пуговке. Мне она очень нравится. Вот. Единственное, она не глажена сейчас. Нам ее только-только из лаунды привезли. Не балуйся. Давай, спускайся назад. Алис, так нельзя вообще делать. Можно шею свернуть. Вот эта футболка мне очень нравится. Смотрите, что в ней необычного. Во-первых, она идет длинная, как пыльничка. Здесь у нас завязочки. Сердечко сделано, пришито. Мне понравилось, что здесь очень необычно оформлены рукава. Прошиты они очень много раз. И смотрится это по-настоящему прикольно. А эту футболочку еще можно уменьшать на маленьких детей, да? Да, вот так завязывать и уменьшать. И как будто футболочка, да? Да, мне она очень нравится. Тоже ко многим вещам подходит. И она очень свежо смотрится. Белый, синий, полоска, сердечко это. Прям вот классная футболка. Мне она очень нравится. Так, My Little Pony. Эту кофточку мы покупали в каком-то торговом комплексе. Лисенька у нас немножечко подмерзла. И мы пошли в магазин, купили то, что нам понравится. Можно сказать, даже первую попавшуюся вещь. Но она нам очень нравится, эта кофточка. Она подходит тоже ко многим вещам. У Лисюни очень много вещей такого нежного розового цвета. Вот. И, кстати, смотрите, она даже к этим шортикам может подойти. И мы иногда берем с собой, надеваем вот этот комплект и берем с собой эту кофточку. Это комплект Барби. Очень прикольно здесь нашиты вот эти полосочки с надписью Барби. Спереди вышита Барби. Этот комплект без начосика, хотя смотрится как будто он есть. Нет, это без начосика, но просто такой достаточно плотный трикотаж. Вот. А это шортики к этой футболке. Мне очень понравилась вот эта деталь. Он смотрится так необычно, так стильно. Да, Лисюнь? Да. Очень красиво. Мы в этом комплекте уже ходили, уже стирали его, и он как новенький. Шесть лет шестерочка. Ребят, шесть лет шестерочка. Ах, ну да, тебе же шесть лет. Многие спрашивают по поводу школы Лисюнькиной, и мы, знаете, что решили? Лисюнька у нас все-таки еще маленькая, и не хочется лишать ее детства. В школу Лисюня пойдет в следующем году. Да. Начнем подготовку. Подготовка обычно начинается в октябре. И Лисюня у нас будет ходить в октябре уже на подготовку в школе. Да? В этом году. А это две маечки в стиле пола. Они у нас, кстати, так необычно получились. Это для шестилеток, а это для четырехлеток, но они одного размера. Разница в них в том, что эта маечка подлиннее, а эта покороче. Вот эту мы еще ни разу не одевали, но я думаю, что Лисюне она будет очень хорошо. А вот эту одевали. У Лисюни в инстаграме есть фотография. Супер, смотрится классно. Очень необычно. Мы ее одевали с беленькими шортиками, которые выглядывали, вот, наверное, на столечко. И смотрится вообще необычно. Я хочу к этой маечке прикупить еще велосипедочки-лисюньки. И надеюсь, что мы еще походим в ней. Потому что в Краснодаре уже начинает теплеть. Ну, а может быть, мы еще куда-нибудь съездим отдохнуть и там поносим. Потому что она реально классная. Это тоже все хлопочек. Еще Алисе мы купили вот такие леггинсы. Они продавались в том же магазине, что и красные леггинсы с ананасами. Эти серые, со звездочками. Очень классные. Мы их уже одевали. Смотрятся супер. Лисюнка себе в этом же магазине, вот где покупали эти леггинсы, купила вот такую пижамку. Это пижамка... Не знаю, кто это. Леди Бэтмен. Бэтгел. 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 Пижамка со штанишками. Мне, если честно, в этой пижамке очень нравятся только штанишки. Сама кофточка мне не очень нравится. Не люблю такой цвет какой-то, какой-то приглушенный фиолетовый. Не яркий, не насыщенный, не нежный. В общем, не знаю, как камера передаст, но мне он не очень нравится. Футболочку еще купили в этом же магазине. Не помню, честно, что за магазин. Китс. Китс, по-моему. Вот. Тоже что-то вот мне... Сейчас смотрю на нее, и она мне почему-то не нравится. То ли цвет ее не нравится. Ну, не знаю, дома, в принципе, можно будет носить. Так, дальше. Вот эту футболочку мы уже истаскали. Микки Маус. Снизу порезана вот такая соломка лапша. Мы ее истаскали, уже стирали. Она очень классная, очень красивая и свежо смотрелась, когда мы ее носили. Сейчас будем носить дома. Вот эти футболки мне очень нравятся. Супермен. Она, кстати, такая немножечко большая. Ну, как большая? Это футболки свободного кроя, и они смотрятся очень прикольно на детях. Не знаю, мне очень нравятся. Когда я вижу, что на детках такие белые красивые футболки, немножечко больше по размеру, а не в обтяжку. Вот. И Вандервумен. Ее мы еще ни разу не одевали. Вот такая красивая футболка. Здесь тоже какой-то логотипчик пришит. Мне очень нравятся такие футболочки. Еще одну пижамку Лисюши взяли. Unicorn. I love Unicorn. В том же магазине, где покупали пижамку Bad Girl. Хорошая пижамка. В Краснодаре с удовольствием Лисюнка будет ее носить. А здесь, так как Алиса, в принципе, уже не болеет, вот только подкашливает, то мы не одеваем ей ничего теплого, не греем ее, не согреваем, потому что ей жарко. Вот. Не знаю, наверное, в больницу съездим все-таки к врачу на прием. Позвоню в свою страховую компанию, узнаю насчет этого, потом вам расскажу. Так. К тем футболочкам мы взяли вот такую кофточку с Бартом Симпсоном. С капюшончиком, она без начеса, но достаточно плотный хлопок. Один раз уже одевали ее. Но Лисюнка что-то не очень как-то в ней ходит, постоянно ее снимала, может быть, ей жарко было. Эту одежду мы еще ни разу Лисюне не одевали, просто хочу вам показать. В этот раз Адидас вообще порадовал. Голубой цвет под Лисюнькины глазки. Все очень красивое. Это короткий топик свободного кроя по Лисюшиной ростовке. Адидас. Смотрите, какое все красивое. Какая красивая расцветка. Вот такая кофточка. Это теплая кофта, но она без начеса. Вот такая вот. Футер, по-моему, называется эта ткань. Тоже хлопочек. Очень-очень крутая кофточка. Еще вот такая кофточка. С длинным рукавом на замочке спереди. Леггинсы. И футболка. Белая футболочка. Осталось нам только подобрать Лисюне кроссовки. Но кроссовки пока найти не можем хорошие. Которые были бы ей удобны. В том же магазине Kids Cotton on Kids. Да, там все хлопковое. Мы купили Лисюне вот такой комбинезончик красный. Еще ни разу не одевали. И купили шортики. Шортики, правда, большие. Но до лета как раз, я думаю, ей будут. До лета Лисюнка дорастет и будет летом носить. Тоже хлопочек. Вот, вот и все в принципе. Ну, а сейчас хочу показать вам, что я прикупила себе в Uniqlo. Итак, взяла себе вот такое горчичное платье. На данный момент с тем цветом волос, который у меня смотрится неплохо. Буду носить, не буду, не знаю. Но платье мне это очень понравилось. Как на мне смотрится? Оно с карманами. И пояс еще в наборе идет. Так. Хотела вам показать. Но пока у меня нет помощников сегодня. Все заняты. Вот. Ну, потом как-нибудь в видео, наверное, увидите. Мама приедет, меня поснимает. Вот такое платье. Свободное. Хорошо смотрится. Еще вот такое платье. Темно-синий. Хороший цвет. Мне что нравится в Uniqlo, так это то, что у них хорошая ростовка. Прям моя. Какую вещь не возьмешь, и все мне хорошо. Ну, я имею в виду, что не длинная, не короткая. Все такое, как я люблю. Здесь тоже должны быть кармашки. Я их чувствую. Да, вот кармашек. Но, по-моему, здесь не было ремня. Пояса, точнее. Вот такое платье. Все без рукавов взяла. В предыдущем видео я уже показывала, что одевала этот комбинезон. В общем, походила я в нем, погуляла. И мне что не нравится. У него очень сильно спущена мотня. Мама приедет, я еще у нее спрошу, хорошо она мне смотрится или не очень. Так, в Лакосте я купила себе вот такое платье. У меня есть точно такая же футболка, синяя. Но я себе купила вот такое платье. Мне оно очень нравится. Классное платье, хорошо сидит. Так, потом кофточка Uniqlo. Это кофточка тепленькая. Сзади, смотрите, как паутинка сделана. Такой рисунок необычный, исходится здесь на шее, сзади на шее. И мне понравился вырез. С-ку взяла. Так. Точно такую же кофточку белую взяла. Наверное, сейчас все в примере покажу. И примерно такая же модель, но тонкая-тонкая белая кофточка из другой уже, из другого трикотажа. Вот. И рука в другой. Да, она вообще, в принципе, сама по себе другая. Сейчас померю, покажу. Футболки вы видели, я вам показывала. Уже ношу. И, кстати, сегодня футболочки Uniqlo. Вот такую кофточку себе покупала, укороченную, теплую, с начесом. Много раз она спасала. Когда мы заходили куда-то, где кондиционеры, реально спасала. Я даже лисюнке ее одевала. Она очень теплая, хорошая кофточка. Покупала я ее. И покупала. Вичиндем, по-моему, покупала. У них, кстати, здесь очень много вот этих моделей укороченных в этот раз. Я взяла поярче. Себе вещи. Так. Топик я покупала не здесь. Покупала в Краснодаре. Но пока его не одевала. Так. Еще я купила себе джинсы в Uniqlo. Очень крутые, темно-синие. Точнее, джинсы-джеггинсы. Ну, те, которые не застегиваются спереди, одеваются как леггинсы. И вот такие джинсы себе взяла. Сейчас буду примерять, буду все показывать. С рваными коленочками. В общем, прикольный. Цвет хороший. Вот эту кофту я себе купила. Вот я не знаю, зачем я ее купила. Но мне понравилось, как она смотрится на манекене. Я ее уже отдавала в стирку, но я ее еще не одевала. Вот такая кофта. Ну, просто необычная модель. И на манекене она смотрелась реально прикольно. Спереди короткая, сзади подлиннее. Вот. Может быть, кстати, неплохо будет смотреться. Но пока я себя в ней не вижу. Купила и все. Вот у меня бывает такое. Понравилось, купила, а потом не знаешь, куда одеть. Так. И дальше. Вот эти штанишки вы уже видели. Я их, когда позавчера, по-моему, одевала. Очень удобные. Хочу еще купить таких штанишек. Джинсы. Это мои джинсы. Ну и все, в принципе. Вот. Ну и все. То, чего вы не видели, я вам показала. Белая кофточка. Тепленькая. Рукавчик. Чуть-чуть закрывает локоть. Вот такая она красивая. Мне она очень нравится. Мне очень нравится, что у нее вырез, который удлиняет шею. Для меня это прям проблема. Вот. Прямо комфортная, классная длина штанишек. Так. Сейчас я примерю другую кофточку. Хотела вам показать. А там пришли уборщицы. Но она с сыном, похоже, пришла. Так. Я думаю ее показать, чтобы она меня не увидела. Ну, короче, обломали меня. Но я вам все равно покажу. Сейчас. Как-нибудь попробую показать. Или... Напишу уборщик с мальчиком. Да? Ну, поиграй с ним. Не хочешь? Он не заходит. А, он стесняется? Да? А как сказать, не стесняйся? Ну, я не умею на их языке разговаривать на тайском. Я вон тоже обломалась. Смотри, кофточку примеряла. Нравится? Вон, Алиса с мальчиком с этим куда-то пошла. Ой, ребята, я же вот здесь могу все показывать. Смотрите, как хорошо видно. Вот она, эта кофточка. Я прям рада. Точно такая же черная еще кофточка. И сейчас надену другую белую, которая тоненькая. А это беленькая кофточка, вторая. А рукав у нее, видите, как сделан. Не летучая мышка, но что-то близко к тому. Тоненькая такая, прикольненькая. Но вырез не такой, как я люблю. Прям вот охота, знаете, вот так сделать. Вот. Редко, кстати, встречаю кофты с вырезом V-образным. Мне очень идет этот вырез, когда вот от шейки идет вот такой вот хороший вырез. А вот такие мне не идут. Удлиненные вот такие мне вообще не идут. Они перечеркивают прям меня. И делают короткую-короткую шею. Хотела платье одеть, но что-то я боюсь, что не успею. Пока переодеваюсь, пока одеваюсь. В общем, вот эта кофточка. Нравится вам такое? Нет. Рукава не застегнула. Вообще, как-то вот сейчас себя чувствую некомфортно. Потому что в доме есть еще незнакомые люди. Не знаю даже, сколько они будут прибираться. Хотела вам еще платье показать. Сарафаны, точнее. Вот. Вот такая кофточка. В принципе, сочетание красный. Что там случилось? Алис, что случилось? Ты где? Мам, покажи меня. Здрасте. Че? Привет. Сегодня разобрала все пакеты с игрушками. Совсем большую часть игрушек мы отдали девочке, которая к нам приходила. И вот эти кроссовки тоже, наверное, ей отдадим. Ну, пока не стала отдавать, потому что лисенька, может быть, на них еще покатается. Вот. Ну, а в принципе, практически все разобрали. И если что-то у нас не войдет в чемоданы, будем еще один чемодан покупать, то мы тоже оставим, тоже отдадим. Хочу вам показать кое-что. Когда разбиралась, сегодня нашла вот такую штуку. Shimmer Shine. Где показать-то? Пока еще не встречала у нас я в Краснодаре. Сейчас покажу вам, что это такое. Лисю не купили. Немножко она пораскрашивала, но ей не очень было интересно, потому что не сильно цвета насыщенные. Но сама задумка мне очень понравилась. Смотрите. Вот, открываем любую страницу. Так, берем фломастер, например, желтый, да? Вписано желтый, цвет желтый. И я начинаю раскрашивать. Например, раскрашу, что желтым можно раскрасить. Ну, начну, например, волосы. Вот, видите? Левой рукой неудобно. Вот. Я начинаю раскрашивать. И в этих фломастерах есть какое-то вещество жидкое, которое, ну, как будто плавит верхний слой в этих раскрасках. И получается вот такая голограмма. Я бы не сказала, что прям желтый цвет какой-то насыщенный, но небольшой оттенок с золотинкой есть. Вот. Сейчас попробую другой цвет фломастера. Очень прикольная раскраска. Такая необычная. Но вот Лисюне она не очень понравилась. А мне она очень нравится. И если мы будем уезжать, то я ее оставлю для Пой. Ей точно понравится. Я не думаю, кстати, что ей такое покупать. Потому что, когда я отдала пакет девчонкам, борщицам, и сказала, что это для их сестренки. Она, кстати, их сестренка. Вот. Они очень обрадовались и даже удивились. Вот так. Смотрите. Фиолетово, как красиво, да? Очень необычно. В общем, классная раскраска. Я думаю, что многим девочкам она бы очень-очень понравилась. Вот так. А еще в Куала-Лумпур мы купили вот такой ковер-самолет. Это для девчонок Shimmer Shine. Сейчас попробую одеть ее. Это что такое? Вот не могу левой рукой. Ладно. В общем, смотрите. В него нужно вставить батарейки. Купили. Кстати, так и не вставили. Не проверили его. Здесь есть кнопочка. И два места для девочек. И он, по идее, должен кататься. Попозже Лешу попрошу вставить батарейки. Он сейчас занят. Готовит что-то вкусненькое. Пойду, кстати, сбегаю к нему. Давайте посмотрим вместе, что он там делает. Вот. Сейчас покажу вам еще очки. Лесеньке купила. Помните одно время? Ну, может быть, до сих пор, кстати, модно вот такие очки были. Узенькие. Алиса, не балуйся. Вот такие очки, смотрите, узенькие. Не балуйся. Малочка, ты не хочешь меня отходить? Перед девчонками выпендривается. Недавно совсем вам рассказывала про кроссовки Puma. Белые, которые у меня. Я себе еще черные купила. Вообще крутые. Но таких в России я не видела. Здесь увидела. Точнее, в Бангкоке увидела. И сразу же говорю, Леша, я хочу такие. В общем, они белые. Подошва снизу розовая. Пумочка розовая. Сами они из ткани. Нога спит. Ношу только их. Так. Вот этот пакет с игрушками. Девочки, поливает у нас? Мясо, лук, морковь. Тушишь? Да. Ну, типа плова будет что-то. Но, скорее всего, больше похоже на кашу с рисом. Ну, вкуснятина. Пахнет очень вкусно. Вообще, думала, мы сегодня поедем куда-нибудь, покушаем что-нибудь. Смотрю, Леша готовит. Может, и съездим. Может, попозже, да? Ну, это может до завтра подождать. Завтра баба Лена с Ниной приедет. Настоится вкуснее будет, наверное. Думаешь? Нравится, да, тебе на природе готовить? Ну, да, прикольно. Даже дома вот мы живем. Даже аромат другой, да, совсем? В доме вот мы дома живем. На природе. На дровах. О, вообще, на казане супер. Рис промыл всего за два раза. Вот такой у них классный рис. Красивый. Да, в два раза и все, и вода светлая, чистая. Чеснок и чили. Молодец. Вкусно будет, наверное. Ну что, в моей комнате они уборку сделали, поэтому я думаю, что сюда больше никто не зайдет. Сейчас примерю джинсы. Джинсы примерю. С чем бы примерить-то? Ладно, с какой-нибудь футболочкой примерю джинсы. Вот джинсики прям крутые. Цвет такой классный. Я обожаю этот цвет. Я не люблю, когда выбеленные джинсы или еще какие-то, знаете, когда неоднородная окраска. А здесь прям классные они. Все вот одного цвета. Любое место какое, не посмотри, они все одного цвета голубого. Над коленочками дырочки. Снизу тоже. Смотрите, как красиво сделано. Прям супер. Мне очень нравится. Не сильно низкие, не сильно высокие. Хорошие джинсики. И футболочка. И уникло, но я вам ее уже показывала. Вот платье горчичного цвета. Не балуйся. Оно свободное. И в нем, я считаю, что я не выгляжу толстой. Это такая модель. Сейчас другое зеркало найду, покажу. Мне оно очень нравится. Мне очень нравится его цвет. А это длинное синее платье. Силуэт примерно такой же, как у горчичного. Но плечики посажены ближе к шее. У горчичного чуть дальше. Ну, совсем чуть-чуть, но смотрится уже по-другому. Вот, платье длинное. Тоже с кармашками. Пояса не было. Такое вот свободное платье. Ну, а дома я хожу вот в такой штучке. Это мы в Анапу ездили первый раз в золотые дюны. И я ее брала. Она у меня была в качестве халатика. На пляж, чтобы носить поверх купальника. Вот, а здесь я ее вот так ношу. Давно не одевала. Давно не носила. И очень удачненько взяла в Таиланд. Хожу здесь, в этом халатике. Каждый день ношу его. Немножечко убралась в этой комнате. Не стала наверху. У лисеньки здесь ничего трогать. Она играет на втором этаже. На первом этаже одеяло. Со второго этажа. Вот. Ну, все, в принципе. Завтра девочки наши приезжают. Нина с бабой Леной. Нашла, смотрите, что. Еще одну запасную часть от кулона. Которую я вам показывала. Здесь тоже сейчас все поправлю. В порядок приведу. Попросила девочек принести полотенце. Говорю, приедет мама с сестрой. Вот. Шампунь. Шампунь-гель для душа. Но они, скорее всего, таким не пользуются. Но я сказала, что принесли. Здесь, кстати, такое зеркало классное. Огромное, круглое. Смотрите, какая окантовка мощная. Очень круто смотрится. Кстати, мне кто-то написал, что у меня седина. У меня нет седины. Мои родные волосы светлее того оттенка волос, который у меня по всей длине. Мои родные волосы пепельно-русого цвета. Тебе куда пошла, кися моя? Ты на кухню? Тебе помочь? Да? Давай. Перекусить захотела? Только что курочку ела. Еще хочешь? Папе отдать. Они, кстати, и мне тоже полотенце чистые принесли. Я, правда, не люблю серого цвета полотенца. Вот. Ладно. Буду говорить всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.